Дикая природа Скандинавии Болото, лес, вода и, конечно же, лоси. Таково общее представление о Швеции. Однако дикая природа шведских лесов и побережья до сих пор полна тайн. Там, где летом не заходит солнце, раскинулась уникальная страна, полная чудес природы. Швеция Скандинавский полуостров находится на севере Европы. Вытянутая в длину Швеция больше, чем Германия, Голландия и Дания вместе взятые. И в ней существует 28 национальных парков. Самая северная область сохранилась в наиболее первозданном виде. И ее называют последним диким краем Европы. Высокогорный ландшафт Сарика. Здесь минимум 6 месяцев в году лежат снег и лед. Февраль. Тяжелое время для лисицы, поскольку ее излюбленная добыча, вроде палевок, редко показывается из-под снега. Мышь надежно укрыта даже от взгляда голодного орлана. Ков. Бородатая неясыть. Но даже она, как правило, промахивается. Несмотря на идеальное укрытие мыши под снежным покровом, неясыть не упустит ни одного шороха. Сама же она нападает бесшумно. Вытянув ноги, бородатая неясыть может выхватывать мышей из-под снега глубиной до полуметра. Травоядным, вроде лосей, зимой особенно трудно. И они питаются прежде всего ветками берез и ив. Несмотря на то, что их в Сарике предостаточно, лоси все равно теряют в холодное время года до пятой части своего веса. Зима в Сарике состоит из коротких дней и долгих холодных ночей. Тех местах, где озеро не замерзает. Ее соседка, белобрюхая оляпка. Обе ищут еду в воде. Очень плотный мех выдры не дает ей замерзнуть. Нырнув в ледяную воду, она поймала краба. А ляпка натирает свои перья выделениями копчиковой железы, что делает их водоотталкивающими, и при погружении она сильно не намокает. Птица добыла личинку ручейника. Лакомый кусочек, если ее вытрясти, исчезнет. Похоже, что соседки наслаждаются зимним спокойствием на их территории. Зимой солнце показывается ненадолго. Зато в ночном небе оно становится причиной космического явления. Полярное сияние образуется, когда солнечный ветер касается земной атмосферы. Субтитры создавал DimaTorzok Сейчас март, и Балтийское море по большей части еще покрыто льдом. Некоторые после суровой зимы они находят на маленьких островках еду, не охотясь, так как на скалах посреди моря часто лежат мертвые детеныши тюленей. Самки серых тюленей рожают на шхерах малышей, и вскоре после этого снова готовы к спариванию. Но пока бельки пьют молоко матери, им постоянно угрожает опасность быть раздавленными самцами, так как самки едва ли могут им противостоять. Сикачи намного крупнее самок, и их вес достигает 300 килограмм. Когда они дерутся, то не обращают внимания на малышей поблизости. Белёк не пострадал. Проигравший охлаждает свои раны в ледяной морской воде, в то время как победитель потягивается на льду. Побежденный может наблюдать спаривание лишь на расстоянии. Через 11 месяцев снова появятся малыши. На материке в апреле на километре Чужак приближается, склонив голову. А обороняющиеся готовятся дать отпор. Чего именно хочет добиться этой позы, бросающей вызов лебедь, неизвестно. Такое... В конце концов, Чужаку приходится признать поражение. Когда дни становятся длиннее, весна приходит на север. Умный ворон надеется, что и ему кое-что перепадет. Во время обхода территории, росомаха ставит пахучие метки. Ворон все еще следует за ней. Похоже, что росомаха не нашла в своем холодильнике ничего стоящего. Но птица довольствуется и крохами. Каждый кусок ценен и идет на корм потомству. В гнезде на скалах птенцы ворона, полные нетерпения, уже ждут следующей еды. При таком шуме гнездо уже не спрячешь. Один предостерегающий крик от родителя, и воронята прикрыли клювы. Хотя приближается всего лишь леса, не опасная для птенцов в гнезде посреди скал. Теперь стоит тишина. Начался ток у тетеревов. Яркие брови олеют у них над глазами. Громко бормоча, возбужденные самцы набрасываются друг на друга. И все для того, чтобы впечатлить курочек, которые гнездятся на земле, и поэтому должны быть хорошо замаскированы. Самцы сражаются по строгим правилам, немного напоминающим фехтование. Они стараются в первую очередь задеть клювом красные брови соперника. КОНЕЦ У него осталось не так много шансов, ведь самки находятся на таковищах всего несколько дней. В это время, в конце мая, у лосей на свет появляются детеныши. В хорошо укрытом месте в лесу лосиха вылизывает новорожденного. Он делает первые шаги уже через пару минут после появления на свет. Мать съедает по следу. Так она устраняет источник запаха, который мог бы привлечь хищников, и получает ценные питательные вещества. Она даже при родах эта связь матери и детеныша рвется. Лосиха пытается слезать остатки. Последняя часть пуповины когда-нибудь отвалится сама. Оба лосенка жадно ищут соски на животе матери. У бородатых неясытей тоже появилось потомство. Мать присматривает в гниж. Один птенец значительно меньше, так как он вылупился намного позже остальных. Не слишком ли большой этот кусок? Бородатые неясыди по возможности проглатывают добычу целиком. Но против старшего брата у птенчика шансов нет. Не очень хорошее начало для младшего птенца. Если так пойдет и дальше, то вряд ли он переживет следующие недели. КОНЕЦ КОНЕЦ Двойняшкам примерно неделя от роду, и они заметно подросли. Пока еще они остаются в той уединенной части леса, где родились. Вставать получается уже лучше. Сейчас они пьют из четырех сосков матери уже стоя. Некоторые лосята сосут молоко до шести месяцев. И в это время, благодаря питательному молоку, невероятно прибавляют в весе с 15 до 200 килограмм. КОНЕЦ Обширные области на севере Швеции покрыты хвойными лесами. Молодой бурый медведь охотно лазает по соснам. Но сейчас это не просто игра. КОНЕЦ Появи, бывает, что они убивают детенышей, потому что так самки быстрее станут готовы к спариванию. Медведица хочет защитить малышей. Она отступает вместе с семейством. Медведь же возвращается к своему любимому делу – поеданию пищи. КОНЕЦ Медведь 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Лось за день съедает до 50 килограмм зелени. В болотах они заходят даже в воду. В теплое время года возможность охладиться не помешает, потому что у них почти нет потовых желез. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Лосян, у которых растут рога, необходима пища, особенно богатая минеральными веществами. В водных растениях, вроде кувшинок, их содержится довольно много. На другом берегу что-то происходит. После 35 дней высиживания вылупились все птенцы лебедей. Почти... ну, или катятся туда кувырком. С первого же дня от них не укроется ни один листочек. Он тоже принадлежит к выводковым и с рождения умеет плавать. Маленькие клекуны, едва вылупившись, идут в воду за матерью, большей частью без колебаний. Похоже, что оставшемуся не очень хочется оставаться в одиночестве. К концу июля молодые серые тюлени на шхерах уже давно стали самостоятельными и больше не сосут молоко. Серые тюлени — искусные подводные охотники. они ловят лососи, сельдь, скумбрию и камбалу. Под водой иногда можно даже вздремнуть. Серые тюлени... Скандинавское лето коротко, поэтому серые тюлени тоже в числе почитателей солнца. Но мест на крошечных шхерах не так много. Кто пребывает последним, встает в очередь. На Олежбище под солнцем действует правило — встал, место потерял. Родина серых тюленей — шхеры Балтийского моря. Наследие ледникового периода. В одном только национальном парке Сарик все еще около сотни ледников, относительно небольших, которые, однако, в наши дни тают быстрее, чем когда-либо. Они питают реку Рапаэтну, петляющую широкой дельтой посреди долины Рападален. В Европе редко встречается такая дикая и первобытная местность, как эта. Ее острые глаза замечают мышь на земле в лесу за сотни метров. Молодые неясыти еще не могут летать, но уже покинули гнездо. Они сидят в стороне на ветках, куда родители все еще приносят им еду. Даже самый маленький птенец выжил. Все еще немного потрепанный, но живой. Теперь никто не утащит у него еду прямо из клюва. У малыша есть неплохие шансы дожить до взрослой жизни. Даже в июле, в разгар лета, на фиеллях, обширных высоких равнинах Швеции, все еще лежит немного снега. Сейчас самое теплое время года. В долинах на солнце цветет пушица. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Неясыти все еще строго следят за птенцами. Которые станут самостоятельными лишь через пять месяцев. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Швеция все еще страна бурых медведей, где обитает примерно две с половиной тысячи особей. Но какими бы бескрайними ни были просторы, между медвежьими самцами все равно временами происходят неприятные встречи. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Часто это всего лишь голосовое состязание. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Довольно угроз. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Очевидно, эти самцы могут решить конфликт мирным путем. Летние ночи в Швеции становятся все светлее. На полярном круге в ночь летнего солнцестояния солнце не заходит вовсе. У лосей пока еще есть еда в изобилии. Своими зубами и гигантской верхней губой они обдирают кору с дерева. Таким образом, они выбирают самые питательные части растений. Также охотно они питаются почками и молодой порослью. Обычно лоси двигаются дальше только тогда, когда уже не остается ничего стоящего. КОНЕЦ 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 Приближается время лосиного гона. КОНЕЦ Огромные костяные рога вырастают каждый год заново. Этот головной убор носят только самцы. Незадолго до гона лоси сдирают с рогов коженцу, так называемый мох, который покрыты молодые рога. В ней много кровеносных сосудов, по которым питательные вещества поступают к растущим костям. Когда рост заканья деревья, лось чешется. Лопатообразные рога часто бывают довольно широкими и весят до 20 килограммов. Бородатая неясыть наконец-то снова может заботиться о себе. Птенцы выросли, и ей приходится ловить мышей только ради своего пропитания. Сойка заметила Росомаху, которая ищет еду в лесу. Росомаха на латыни означает осенью Росомахи охотно едят ягоды, созревающие на кустах. Она своим чутким носом вынюхивает падаль, которая... Середина сентября. Наконец у лосей начинается брачный период. Самцы занимаются флеменом. Они пробуют воздух на вкус и таким образом определяют, какая из самок поблизости готова к спариванию. Обычно лоси одиночки по своей натуре, но осенью они собираются в группы. Молодой самец, узнаваемый по спицеобразным рогам, в этом году будет наблюдать за тем, что делают другие лишь в качестве зрителя. Пока что лосиха не особо заинтересована. Старый самец преследует ее по пятам. потом, наконец, доходит до дела. Лосиха позволяет самцу приблизиться. первая попытка не очень много обещающая. Самцу как-никак приходится удерживать на задних ногах добрые 500 килограмм живого веса. в конце концов он справился и больше не интересует самку. Бурые медведи знают, что лосей во время гона намного легче застать врасплох. Медведица с тремя почти взрослыми медвежатами воспользовалась удобным случаем недалеко от охваченных страстью лосей. Мясо желанное подкрепление. Вороны как обычно надеются, что им перепадет что-нибудь от пиршества. Скоро медведям придется жить лишь за счет жировой прослойки, которую они нагуляли. Бурые медведи впадают в зимнюю спячку. Без этого им не выжить в холодное время. Первый снег вестник суровой зимы. но кое-кому это даже нравится. Лисица снова ищет мышей под снегом. Однако ей надо быть осторожнее на охоте, потому что орлан на дереве может с честь добычи ее саму. На земле он не опасен. У него можно даже стащить пару кусков. Лиса осторожно подкрадывается и осмеливается украсть у удивленного орлана его добычу. Сарик снова цепенеет под снегом и льдом на долгие месяцы. Но какой бы тихой ни казалась страна лосей, медведей и бородатых неясытей зимой, край дикой природы Швеции на дальнем севере Европы всегда полон жизни. Перевод Елена Акулова Редактор Александр Кривцов Текст читал Владимир Курдов Корректор А.Кулакова